Свет, да погнали! Чего мы эту школьницу ждем? Она же мелкая. Дим, во-первых, она наша подруга, во-вторых, у нее проблемы. Ой, да какие у школьников могут быть проблемы? Ручка закончилась, пластик стерся, родители школу вызвали. Ничего, что она много раз нас выручала, поэтому мы пришли к ней на помощь. Тебя она выручала. О, мы пришли. Кайф. Ты это тоже видишь, да? Привет. Чего смотрите-то? Заходите, дело есть. Дима, ты чего стоишь? Идем. Не, мне 11 лет, во, от звонка до звонка. Дима, давай быстрее, на входе камеры стоят, нас палят. Ненадолго только. Давай, 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 давай. Пойдем, 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 пойдем. Катя, у меня к тебе два вопроса всего. Потом все вопросы, дело важное есть. Давайте быстрее, быстрее. Чего мы, директор, увидим. Вы быстрее, быстрее. Почему мы как школьники склеимся? Так, Катя, ты либо объясняешь, что произошло, либо мы уходим. Тут очень страшно. Смотрите, этот микроэлем директору вызвал. Уважаемая Клавдия Ренаторовна и Александр Алексеевич, просим вас о двоях явиться в школу для разбора, поведения, оценок вашей дочери. Катерины, дело неотложное слово. Да где ей, кто ее просто вызвали, что ты там читаешь? Спасибо, Дим. Пожалуйста. Ну, видите, чем пахнет. Ну, просто родители в школу вызвали. Знаешь, сколько моих родителей в школу вызывали? Да он чемпионом был по вызову родителей. Ничего там страшного нет. Да вы не понимаете, вы, может, папу не знаете. Он меня просто бьет, если узнает, что его в школу вызывают. Надо позови только маму. Нет, мама еще хуже. И ты реально вот из-за этой фигни нас позвала, да? Вы не понимаете, мои родители думают, что я ангел, что я отличница. И если не узнают, что это не так, меня под домашний рез посадят. На всю оставшуюся жизнь. Ну, тоже не преувеличивай, на всю оставшуюся жизнь. 18 исполнится и спокойно будешь гулять. Спасибо, умник. Без себя бы вы не разобрались. А от нас ты чего хочешь? Поддержки, наверное. Скорее ваших актерских навыков. Подожди, а вот это что за знак? Ты что, муха? Нет, мне нужно, чтобы вы притворились моими родителями. Ну, ребят, ну я без вас не справлюсь. Ну, мне очень нужна ваша помощь. Идея полная фигня, отвали. Отвали. Ну, блин, настоящие друзья называется. Ну, вы очень похожи на моих родителей. Вы идеально подходите на эту роль. Мои родители старше тебя на 3 года. И к тому же нас там все знают. Да нет, вы не понимаете, у нас новый директор, он никого не знает. Ну, плюс я вас переодену. Нет. Нет. А я вам заплачу. Вот это другое дело. Открывай, Дима. Да какое другое дело? Откуда у нее деньги? Она тебе 200 рублей завтрака отдаст. Пожалуйста, я тебя прошу, нам нужны деньги. Я хочу себе туфли купить. У меня много денег. Если меня не накажут, мне папа 15 айфон купит. А я старые продам и деньги напополам вам. Ну? Ладно, давай переодеваться. Отлично. Только чур я без усиков. Как это мой папа и без усиков? У нее папа с усами, так что усы тебе пририсуем. Отлично. Вот Свети папе на усы прикрепит. Ты что, обалдел, а? Разберемся. Да хватит дергаться. О, Дима, тебе идет. Ну? Кто делал? Сейчас с Димой закончу и тебя так же. А? Нет, у меня макияж. Ладно. На тебе так, старая. Что ты сказала? Ничего, люблю тебя, Свет. Все, хватит. Нормально я теперь выбежу. Дим, тебе реально идет быть взрослым. Отстави. О, и бухтишь как взрослый. Так, не ссорьтесь, мам, пап. Так, очки, девушки, очки. Запоминай. Ты Александр Алексеевич, а ты Клавдия Ренатовна. Прекрасно, я Клава. Ну что ты, родная, не начинай, Клавушка. А ты что вырядилась? Юбку не могу пониже сделать. Эй, Дим, переигрываешь. Скорее тебя, Дима, ты как с отцом разговариваешь. Я Андрей Викторович. Ты Александр Алексеевич. Ты не перечет суп. Родная, ну это чего так строго? Ну девочка растет, подростковый возраст, максимализм там юношеский. Ну да, тоже верно. Иди давай в школу. Так, актеры Погорелого театра, договорились. Вы играете моих родаков только перед директором. Со мной это не прокатит. Вам ясно? Вообще, вот рука дбилась. Ты что, мать, довела? Дорогая, ну стой ты. Она сгорячала. Какой кринч. Нас точно спалят. Мам, пап, стойте. Хватит воду тут пить. Она бесплатная вообще-то. И вообще, что мы до школы привели воды, попить не имеем права. Слушай, ты оставь, у нас воды дома куча. Ты дома воду не пьешь, а тут решил попить, да? Тут она вкуснее, потому что бесплатная. Мам, пап. Тут. Дима, Света, где? Ты вот погляди, твой отец решил на халяву водички попить. Так. Ладно, давайте еще раз пройдем в лицопрос на моих родителей. Как тебя зовут? Что? Мой папа очень интеллигентный и воспитанный человек. Он так никогда не сделает. Это первое тебе правило. А родители не выбирают, деточка. Правильно, правильно говоришь. Салочка, ты моя сладенькая. Ланечка, ты моя хорошая, ты не переживай. Мы с папочкой во всем разберемся. Иди, гуляй. Пироженки себе кури. Пошел, ну-ка сюда. Она что, в девятом классе? Да, я в девятом классе, умник. Как дети быстро растут. Это да, ты помнишь, как она в памперсе бегала под стол, а? Ага, и вот так и рад. Ну пошли. Стой, записку забудь. Как еще раз директора зовут? Максим Русланович, запомни. Мужик директор. Это мы договоримся. Он рыбалку любит. Тима, блин, ты не переигрывай. Мы тебя не так воспитывали. Быстро подняла, иначе лишаешься всех карманных денег. Мусорит она тут. Ничего, что тут, между прочим, твоя бабушка тут убирается. Хорошо, я это подниму. Но не потому, что вы мне так сказали, а потому, что я это захотела. И вообще, я уже жалею, что вы мои родители. Так, 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 как она может такое говорить-то, а? Не переживай, дорогая. У нее юношеский максимализм. Они все такие в этом возрасте. Пойдется. Надо будет ее потом вместо тусовки на дачу отправить. Пусть крепкий копает. Ну что, Максим Русланович, первый ход за мной. Здравствуйте. Никого нет. А это что такое? Ну все, у меня каранты. Это ты что ли? Да. Офигеть, тебе в этой школе до сих пор помнить. Мы хотим что-то сделать. Так. Дорогая, если директор придет? Дайди мне маркер какой-нибудь. А этот что тут забыл? Он устраивал все школьные корпоративы, новогодние огонечки и так далее. А вот это там бал. Выиграл все спортивные школьные мероприятия. А меня почему здесь нет? Ты серьезно? Ты всю школу в кумб играл? Ходил на уроки информатики по вечерам и все. Ну, могли бы написать почетный день. Куплет не помогает, а? Да вот тебе решение. Вот и все. Дело в том. Отлично. Теперь осталось только его дождаться. Ты не перейдем его. Че? Слушай, а я всегда, знаешь, хотела посидеть в директорском кресле. Ну так стала бы директором. Ой, я не хочу быть директором. Это полный отстой. Он, наверное, чувствует себя таким, он важен, таким крутым. Вообще-то это кресло здесь было до меня. Здравствуйте. Понятно. Мы родители вашей ученицы. Приятно. Родители, значит. Ну, у меня, сами понимаете, много учеников. Вы чьи будете родители-то? А мы Екатерина из 9-го Б. Да, милые? Скажи ему. Ага. А, Коваль, значит. Ну, вы присаживайтесь, присаживайтесь. А я пока посмотрю, так сказать, кто у меня в школе хулиганит, верно? В смысле, посмотрите? Ну, так финансирование же с Гурану пришло нам. Камеры повесим. Сейчас как раз-таки посмотрим, как говорится, кто у меня фотографии срывает. Да и надписи оскорбительные пишут. Салют. А как будто снова в школе. Вы ей что-то сказали? Ничего, ничего. Что делать? Я еще понял. Извините, можно выйти? Ну, вы прям как школьник. Ну, выйдите, если вам так надо. Я быстро. Здесь твой план сбежать. Так, сейчас мы... Что это? Что-то не так? Да вот, грузит долго. Денег на камеры дали, а вот на новые ноутбуки не дали. Ну, в принципе, ладно. Узнаете, так не узнаете. Вы не переживайте так. Через минутку все загрузится, и мы все как раз-таки выясним, верно? Верно. На, директор. Получим. Звездец. Все пропало. Все? Да это, короче, твой директор. Мы там, короче, плакат с доски сорвали. А он сейчас камеры смотрит, он сейчас увидит и спалит нас. Что вы сделали? Вы совсем... Я вас о чем просила? Я об этом. Ну, там света висела, он бы нас точно тогда спалил. Блин, вы все только портите, горе-родители. Ну, блин, извини, что делать-то? Ладно, сейчас. Жди здесь, ничего не трогай. Уместись. Уместись. А, понятно. Готов? К чему? Сейчас узнаешь. О, а вот и камеры загрузились. Ну, птичь. Знаете... Вот, ну, понимаете... Что это такое? Ну... Что происходит? Пожарная тревога сработала. Надо выходить. Что происходит у вас тут в школе-то? Черт, я и не знаю. Там пожарная тревога. Там, походу, пожар. Пойдемте, все выходим отсюда. Как моя дочь вообще может учиться в таком заведении? Так, без паники, я вас сейчас всех выведу. Так, чему мы научили в институте? А, разбились по парам. Наш трое. Вы вдвоем, а ты со мной. Пошли. Бабушка, не рассказывай. Ты ваше хруктело. Что вы полезете? Вы что? Быстрее давайте. Мы идем. Не школа, а дурдом какой-то. Быстрее, быстрее. Давайте, давайте. Так. Я не понял, а что горит? А дым где? Хулиганы, наверное, какие-то. Ну да. Я даже знаю, какие. На что это вы намекаете? А я, Коваль, намекаю вам на то, что я, мне кажется, догадался уже, кто это сделал. Мы сейчас возьмем ваших родителей и как следует проведем с ними воспитательную беседу. Вы хоть и являетесь директором нашей дочери, но я не позволю в таком тоне разговаривать с моей кровинушкой. Вообще-то, при пожарной тревоге я слышал, что все отменяется. А вы внимательнее присмотритесь, не зря у вас очки. Вы где-нибудь пожар видите? А хотите, я вам напрямую покажу, кто это сделал? Ваша дочь. Я в этом уверен на 200%. Максим Александрович, вы поспешных выводов не делаете? Угу. А я поспешных выводов-то и не делал. Я знаете что? Доложу кому следует. Со всеми разберемся. И жду вас всех в актовом зале. Блин, провалилось все. Кто из вас в среду включил? Не я. Да я, я включил. Афиг ли вы в плакаты срываете из кабинета директора? Там мое фото было. И что? Ты думаешь, ты похож на себя три года назад? Ты как смеешь со мной так разговаривать? Ну вот, опять мать доводишь. Так все, пойдемте к директору. С тобой еще дома поговорим. Да вы не мои родители, успокойтесь. Милая, надо ее к психологу отвезти, а то она какая-то нервная стала. И компьютерные игры тоже исключаются. Это все от телефона. Блин, зачем я просила их помощи? Лучше бы реально родителей выживать. Прошу вас, проходите. Присаживайтесь. А ты куда пошла? А, извините. Ну ты тоже далеко не уходи. За мере постой. Приступим. Первый, самый главный вопрос. Вы скидывались на шторы? Еще в первом классе за все последующие 11 лет. Хорошо, тогда второй вопрос. Что повезло? Уж я понимаю. Наша школа дом второй. Всегда ты думай головой. И директор лучший друг. Наша школа лучше всех вокруг. Приходи сюда скорей и найди себе друзей. Ну как? Что это? Это гимн нашей школы. Сам написал вообще. Вы знаете, прекрасно написано. Прямо, знаешь, до глубины души. Я думал сначала это бах или эмоция. Это вы гениальны. Ах, ну вы преувеличиваете. Наша школа растет лучших талантов. Я тоже был раньше выпускник этой школы. Вообще-то гимн отстойный. Вот про это я и говорю. Она совсем от рук отбилась. Не уважает искусство. Представляете? Мы с ней поговорим об этом. Да. Да, стоило бы. Такой нескромный вопрос. А сколько вам лет? На двоих или по отдельности. По отдельности, конечно. Но все-таки вы как-то слишком молодо для родителей выглядите. А знаете, это вообще-то не культурно. С вашей стороны, молодой человек, спрашивать у женщины, особенно которая рожала, ее возраст. Ему 64. Чего? 64? Почему вы так молодо выглядите? А я богат. Все богаты и молодо выглядят. А, богаты? Ну так вы бы сразу сказали. У нас, видите, потолки белые. На покраску собираем. Вы путаете богатство и щедрость. Ясно. Тогда вернемся к проблемам вашей дочери. Ладно. Начнем с оценок, например. А что у нее с оценками? Алгебра 2. Геометрия 2. Посещаемости 0. Ну она больше творческая личность. Точные науки не ее. А, творческая, да. Литература. Русский и литература. Два. Ну в плане она организатор творческий. Культ организации, да. Вот этот вот синтезатор, видите? А раньше вместо него рояль стоял. Как вы думаете, почему? А может быть, ваш автомобиль об этом расскажет? Да. Черный Порш, вон там во дворе стоит чей? А, таком с жены она мне его на день рождения подарила. Она так-то тоже богатая. С номерами самый лучший директор в мире? Ну так это правда. Да и вообще мы здесь для того, чтобы с проблемами вашей дочери разобраться. Да что же мы здесь цирку устраиваем? Мы солим одно и то же. Ну плохие у нее оценки. Ну потянем ее. Репетитора наймем. Да. Два, три репетитора. Мы пойдем? Ну что прочее, мы опаздываем. Ну, хорошо, идите. До свидания. Только знайте, что вашей дочери грозит отчисление. Отчисление. Отчисление, да? Нельзя меня родить, любую хоть сделать из этого стойки, пожалуйста. Давайте вернемся к этому вопросу. Все, ребят, я вас верю. Так, а сколько там нужно на ремонт потолка скинуться? Может быть капитальный ремонт? Да, вы знаете, уже не надо. Тут вопрос ребром стоит. Так мы его с ребра на лопатки перевернем. Вы только скажите, сколько? Если б все решалось так просто, знаете, ваша дочь уже все границы перешла. Что она сделала? Я же вам еще самого главного не рассказал. Мы вас внимательно слушаем. Мы уверены, что любой вопрос можно решить. Тут такая ситуация, ну сами понимаете. Она напала на ученика одного класса. Произошла потасовка и разбили ему новый телефон. Родителям написали заявление в полицию. А телефон-то? Айфон 15. Макс. Что? Разбила? Дорогой, это вообще не похоже на нашу девочку. Катя, а ну-ка зайди. Ничего не хочешь нам рассказать? Да-да, Екатерина, мы с родителями тебя внимательно слушаем. Эм, папочка, я же тебе все рассказывала. Что рассказывала? Сюда подошла? Быстро! Дорогой, ну полегче. Не встревай, мать. Да-да, построжеству. А что происходит? Быстро сядь! Папа, ты что, офигел? Села! Ну иди, папа. Только вот не надо папкать мне здесь. Сейчас мы во всем разберемся. Я считаю до трех. Один. Ладно. Вы всегда с ней так строго? Конечно, мы с ней дома по строгости общаемся. Странно, что при таком поведении такая расхлябанность в школе. Мам, может ты что-то скажешь? Девочка просто устает. Вы хоть знаете, сколько она занимается дополнительными, а? И танцует, и рисует. Да-да-да, рисованием-то это я знаю. Это же ты мне усы с рожками нарисовал на фотографии. Это правда? Нет, не правда. Так, хватит давить на мою дочь. У нее из-за вас будет нервный срыв. Катенька, пойдем, пойдем. Ну, так-то мы разговор не закончили. Да. Нам нужен перерыв, и у нас будет семейный совет без вас. Если хочешь спать дома, пошли за мной. Не надо так со мной разговаривать. Я пойду, потому что сам так решил. Если что, еду у вас в семье. Да, забей, мужик, у меня такая же фигня. Да-да. Родная. Катя, это что за поведение такое? Катя, не слушай его. Что значит не слушай? Я вообще-то ее отец. Во-первых, я ее рожала, и я ее мать. И я в первую очередь вижу, что на ребенка давят. А это все твое воспитание. Она вообще от рук отбилась. Телефон разбила мальчику, побила его. Что она еще натворила в школе? Это мы еще не все знаем. Так ты же не знаешь до конца всю ситуацию. Сразу орешь на дочь. А что тут знать? Она в тебя все пошла. Она поэтому такая бестолковая. Ах, у меня, да? А давай вспомним твои корпоративы на работе. Так, а ты при дочери эту мою работу не обсуждай. Не знаю я твою работу. И знаешь, мы разводимся. Скажу папе, чтобы он тебя уволил. Да и пожалуйста. Все, дочь, будем? Ты остаешься с собой. Так, стоп. Горе-артисты, прекратите. Вы не мои родители. Забыли, что ли, совсем? А ты не наша дочь, но детей не выбирают. И мы заварили эту кашу вместе, так что вместе и расхлебываем. Ребят, выйдите, пожалуйста, из образа. Вы что? Ты очки сними. Взрослый больно? Да прикольное такое ощущение, знаешь, поорать на кого-то. Давно такого не было. Ты дурак. Свет, ну ладно, он. Ты-то что? Ну ваша задача была просто заговорить ему зубы. Сказать, что дома вы с мной поговорите и свалить спокойненько. Ага, тоже заговорить зубы. Ты столько делов натворила, такой не заговоришь. Я поэтому и попросила вас о помощи. Знаешь, сколько там еще пасеков? Ты что еще натворила, а? Ну... Ой, наконец-таки этот день закончился. Козырь! Это что такое? Говорил же убраться. Король! Офигеть. Эппа тебя не отмажен. Тебе к президенту надо, чтобы он тебе попытался отмазать. И то вряд ли получится. Нет, Катя, ты уже ни в какие ворота реально не лезешь. Мы отказываемся сегодня, пойдем. Не, реально, ну переборщила ты. Эээ, стойте, а наша договоренность, айфон? Себе оставь за такую цену. А, вот вы где. А я как раз вас искал. А что это вы очки сняли? Дочь протерла очки, да? А, да, да. Папочка. Я принял решение. Эээ, знаете, мы тоже приняли решение. Наша дочь будет учиться в другой школе. Что? Да. И не смотри на нас так. Я не буду. О, как. Неожиданно для меня. Для меня тоже. Ой, неожиданно. Мы приняли такое решение. И вообще знаешь, что мы сделаем? Напишем жалобу. Министерство образования, да? Потому что это ваш косяк, что вы нашу дочь так воспитывали. Ей здесь атмосфера не нравится. Поэтому она так себя ведет. Дома все отлично. И знаний ноль. От вашей школы. Вы что, думали, меня эти записочки испугают? Если, конечно, у них есть знакомые какие-то в министерстве. У вас же нет знакомых в министерстве. Валентину Петровну знаете? Что ж вы так сразу-то? У Валентины Петровны, ну, конечно, знаю. Зачем я из военец? У нее дел много. Да и женщина она неплохая, в принципе. Бабушка нашей Катеньки. А почему вы раньше мне не сказали? А мы не любим родственниками хвастаться. Ну, раз тут такое дело. Тем более, ваша бабушка сама. Может, вам не нужно отчисляться? Ну, не знаю. По-моему, уже все решено. Да, и я думаю, что бабушка должна знать о том, что ее любимая, единственная внучка получает дискомфорт в этой школе. Мы еще и ваш ПОЖ проверим. Так, все-все-все. Никакого отчисления не будет. Я придумал, мы все переиграем. Не знаю. Ну, как же, я же знаю. Не первый год, так сказать, в образовательной сфере. Ваша дочь прекрасная, умница. Ну, как говорится, немножко постараться. И все будет. Ну, и скидка 20%, если вы понимаете, о чем я. Ну что, дадим второй шанс этой школе? 50% и мы согласны. Договоримся. Замечательно. Мы тогда пойдем. До свидания. Всего доброго. Знаете что, я же не могу вас просто так, ну, отпустить и сказать, что все прошло хорошо. У меня тогда проблемы будут. Что вы еще от нас хотите? Ну, вы понимаете, я же так не могу. Нужно, чтобы вы что-то общественно, например, полезное сделали. С семьей, все вместе. Все, мы же договорились. К чему это? Камеры повсюду. Если вы полезное дело не сделаете какой-нибудь для школы, то даже ваша бабушка никак не поможет. Ну, ладно, что нужно? Я даже не знаю, ну, например, уберите спортзал здесь. Так, вроде чисто. Ну, так это для отчетности. Ну, Катюха, вперед, убирай. Мы свою часть сделки совершили. Ага. И что, что хочешь? Убираться я здесь буду. Фигушки. Что вообще придумали? Грыну, бабушка, что это такое? Ты что, офигела? Мы выкрутились как могли. Угу. Могла бы и спасибо нам сказать. Угу. Спасибо за то, что кинуть меня хотели. Если бы он не дошел, вас бы сейчас здесь не было. А я? Все. Что, все, хочешь вернем его? Скажем, что мы не твои родители. Ладно, ладно, не кипишу, Дим. Давайте вместе, втроем, здесь приберемся и свалим быстро. Конечно, нашла тут лузеров. Давай, иди убирайся. Иначе директору все расскажет. Швабру поможешь найти? На голове у себя поищи. Что за вредный ребенок? Кого мы вырастим? Не говори. Как прекрасно быть директором. О, Светлана Викторовна, а вы что тут делаете? И нас с Львовной вообще-то. Да, точно. Меня же как раз директором поставили, когда вы в декрет ушли. А, кстати, вы уже все? Как бы да, три года прошло. И что вы, обратно к нам? Так я же насчет этого как раз таки, я же вам на почту писала. А, точно. Блин, я думал, ты спал. Что-что-что? Да ничего, проходите, я скоро подойду, как раз таки ласточку свою проверю. Новый Порш это ваш, да? Жены. А, вроде бы он ничего не изменил. Я в столовую чай пить. Зимочка. Инесса Львовна? Блин, реально угадал. Привет. Подождите, вы же после выпускного это, в декрет ушли. Да я знаю, три года уже прошло, я уже из декрета вернулась. Хочу обратно устроиться на работу. А ты что здесь какими судьбами? Деловой такой, очечки. Ну, как будто родитель чей-то. Вы это тоже скажете. А она мне пока жизнь помотала просто. Ну, я пойду, в столовую хотел. Расскажи. Я тоже хочу в столовую. Инесса Львовна? О, Света, и ты здесь. А что вы вырядились, как будто вы учителя или родители? Что вообще здесь происходит, а? Ну, тут такая ситуация. Все, 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 я поняла. Все поняла. Вы вместе теперь, да, пару? Нет. Какой? Я и она? Он и я, да никогда в жизни. Ну, я, ну вы, конечно, в школе-то у меня в классе вечно ссорились, но я думала, это потому, что, ну, вы друг другу нравитесь. Мы здесь вообще случайно, у нас здесь подруга. Мы там ей помогаем. Я вообще долго объясняю. Понятно, со времен школы ничего не изменилось. Эй, родители, вы мне помогать собираетесь? Родители? Вы что, серьезно? А почему вы мне не сказали? Это ж такое... Стоп. А сколько ей лет? И почему... Ей три. А это кто такая? Это наша дочь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы их мама? Нет. Эм, дочь, а иди, пожалуйста, в спортивный зал. Мы тут с тетей сами все переговорим. Быстро. Нет. Я там одна не буду убираться. Вообще, я уже устала. Так, стойте. Я вообще запуталась. Что здесь происходит? Ты три года назад был моим учеником. Этой девочке явно лет 15. Свет, ты явно ее мама. Что происходит? Ей, Несса Львовна, это очень сложная история. Давайте мы как-нибудь в кофе сходим, обсудим это все. А сейчас, Катенька, доченька, пойдем. Несса Львовна, вы еще здесь? Там какие-то гады мой новенький Порш поцарапали. А, Коваль, опять твоих рук дело? Мне что, опять твоих родителей вызвать в кабинет? Они и так здесь. А что я-то снова? Так, стоп. С чего вы взяли, что они ее родители? Ну, они сказали, что они ее родители. Вот я и подумал, что они ее родители. Походу разбалили. Вы прикалываетесь? И матила лет 20. Ну, а вы что не видели, как сейчас дети нынешние выглядят? У меня вот в девятом Б. Ибрагим вот с такой бородой ходит. Вы что, в базу не могли посмотреть? Там фотографии всех родителей и учеников. Это явно не они, это мои бывшие ученики. Три года назад я их выпустила. Эска не изменилась до сих пор, Эска. Да. Что? Это правда? Да вы у меня после школы здесь на все дополнительные останетесь. Дворы мыть будете. А, знаете что? Мы же не школьники, как три года. Так что зашуньте свои наказания куда подальше. Иди, мы помешали. Это ваши ученики, как я понимаю, Наса Говна, да? А это, я так понимаю, ваши, да? Это... А что я-то сразу? Коваль, быстро в инвентарную взяла тряпки и вымыла весь спортзал. Сейчас же. Да, секунду. А потом всю школу будешь мыть. Три года как на посту директора, а тут уже дурдом. Вы меня оформлять-то будете, нет? Пойдемте за мной. Я так понимаю, мне премию выпишут, правильно? Уже. Посмотрим. А я тебе говорю, с ней не связываться. Ну а кто знал, что так получится? Я знал. Ну иди. Ну ладно, ладно, больше не будем с ней тусоваться. Да она вообще что в школе творит? Я таким не был. Ну, вообще-то был. Тиральса. Фондю�ap folk. Фондю filho. They ulя. ham problèmes. Они говорят- Что так же за деньги? Эксперт Henerna. Сênelines-